Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Мы уже несколько недель в пятницу проводим эфиры с ответы на вопросы. Вопросов обычно очень много. Конечно же, основная часть вопросов даже не попадает в эфир. Я в состоянии ответить приблизительно на 20-25 вопросов, не более. И то в эфире нужно находиться где-то около полутора часов. Ну и вы должны понимать, что это огромный труд, потому что вопросов приходит тысячи. Нужно среди тысяч отобрать наиболее часто повторяющиеся, которые волнуют наших людей. И затем, когда эти вопросы группируются, я, конечно же, провожу работу по подготовке ответов, чтобы ответы были максимально простыми, понятными. И, чтобы вы понимали, на это уходит очень много времени. При том, что мне сильно особо готовиться не надо по экономическим и другим вопросам. Это уходит на подготовку только вопросов минимум около пяти часов. Не говоря о том, что нужно еще их анализировать, озвучивать, готовить. То есть вы должны понимать, что это очень серьезная работа. Поэтому я заранее приношу извинения, что какие-то вопросы не охвачены. И на них мы будем постепенно от эфира к эфиру охватывать и отвечать на эти вопросы. Итак, очень такой интересный вопрос. Вопрос первый. Вы рветесь к власти? Дело в том, что это я вопрос, почему выбрал. Он часто встречающийся, он звучит как обвинение. Вот вы такой-сякой, вы рветесь к власти и тому подобное. Или Назарбаев говорит, а не рвутся к власти. Кстати, чтобы вы понимали, любой нормальный человек, у которого есть замыслы, идеи, добиться перемен, реализации своих планов, он должен стремиться прийти во власть. То есть рваться к власти. Именно рваться к власти. Как в любом деле, ты должен максимально проявлять, скажем так, бойцовские качества и добиваться поставленных целей. И пусть это будет называться рваться к власти, это прекрасно. Я хочу объяснить, как это работает в мире. В мире, когда существует борьба разных политических партий или кандидатов на должность президента, они выходят со своими программами. Выходят программами на срок обычный 4 года. То, что этот человек хочет реализовать. Затем, например, если это кандидат в президенты, он ищет поддержку в обществе. Он озвучивает. И эти программы озвучиваются минимум за 2 года до президентских выборов. Минимум за 2 года. А если на парламентские выборы, а партия обычно уже как минимум за 4 года или в момент регистрации этой партии в органах юстиции сразу озвучивает свои программы. И поэтому, когда эти партии или люди, которые стремятся стать президентами той или иной страны, озвучивают свои планы, у них цель одна. Прийти к власти и реализовать свою программу. То есть они должны рваться к власти. Причем рваться к власти должен тот человек, который хочет заниматься политикой или какими-то реформами на всех уровнях. Если он хочет стать акимом какого-то небольшого поселка, города, области. Если он хочет стать депутатом, он должен рваться стать депутатом. Он должен рваться стать акимом области, города. Выйти с программой и люди должны поддерживать. Когда Назарбаев говорит, они рвутся к власти, вы должны помнить, что он у власти уже 30 лет. И таким образом он хочет никого не пускать во власть, контролирует власть, монополизирует власть. Поэтому вся эта политическая верхушка, когда борется со своими оппонентами, употребляет такие слова. Он рвется к власти или они рвутся к власти. Поэтому, уважаемые друзья, такая фраза негативная звучит именно от Назарбаева и этой политической верхушки. Или тех диктаторов, которые захватили власть. Что значит захватили власть? Они находятся у власти бесконечное количество времени. Хотя должен находиться один срок, 4 года, ну максимум 2 года у власти. Если это президент. А партии могут постоянно бороться за власть, чтобы прийти во власть и реализовать свои программы. Вот что значит рваться к власти. Да, я как лидер демократического движения, демократический выбор Казахстана, я буду добиваться этой власти вместе со своими соратниками. С теми, кто поддерживает политические платформы демократического выбора Казахстана, чтобы прийти во власть. Отстранить от власти действующий режим, который захватил, узурпировал власть и никого не пускает к этой власти. И мы, придя к власти, хотим реализовать программы демократического выбора Казахстана. Да, мы действительно пробиваемся во власть. Мы возьмем эту власть и получим эту власть при поддержке народа. Вот что значит мой ответ на вопрос рвет ли вы к власти. Второй вопрос. Что будет с вооруженными силами республик Казахстан? Будут ли изменения доктрины? Какая система армии у нас будет, когда ДВК придет к власти? Будут ли отменены осенние и весенние призывы? Как вообще будет устроена наша армия? Ну, я в принципе в своих выступлениях говорил, что мы должны ориентироваться на лучшие стандарты. Лучшие стандарты в мире это что? Это Америка и ведущие страны Европы. И в этих странах армия профессиональная. То есть люди, которые выполняют именно такого рода работу, а именно военные, они достойно оплачиваются государством, у них высокая оплата труда. Они каждый день с утра до вечера ходят как на работу, занимаются этим военным делом. И они реальные профессионалы. То есть у нас сейчас же как получается? Берут на год, на два молодых ребят. Ну, что-то они успевают там научиться. Ну, чему можно за год научиться? Вот вы можете получить нормальное образование за год? Ну, нет, наверное. Нет, нет, практически нет таких специальностей. Может быть самые простые, когда можно стать водителем, поваром, может быть. И то поваром, наверное, больше учатся. Ну, то есть специальности, где можно учиться всего лишь один год, их мало в мире. В реальности нужно три года, четыре года, пять лет и так далее. Ну, и вы понимаете, если мы хотим иметь сильную армию, то она должна быть профессиональная. И наши военнослужащие должны получать достаточно высокую заработную плату. И, конечно же, мы изучали военную доктрину. Мы и так понимаем, что у нас страна мирная. Мы не планируем никакие возможные военные действия против наших соседей. Но наша задача охранять наши границы и построить сильную армию, которая может противостоять любым угрозам, которые потенциально могут быть. Конечно же, большой роль играет то, что Казахстан должен подписать различные военные и другие всякие соглашения, которые гарантируют неприкосновенность наших границ. Это в первую очередь. Но соглашение это хорошо. Пример Украины показывает, что даже существует международное соглашение, зачастую этого бывает недостаточно. И поэтому, конечно, мы должны построить сильную армию. Я сейчас скажу концептуально, что с учетом того, что рядом с нами большие государства, Китай 1,5 миллиарда, Россия почти 150 миллионов человек, в Узбекистан, 33-34 миллиона человек, это государство, которое численностью превышает население Казахстана. Поэтому, скажем, навскидку я вам так скажу, что очевидно, что мы должны иметь сильную противовоздушную оборону, сильную авиацию и, наверное, у нас должно быть сильно развита противотанковая оборона. Это отдельная тема, как должно быть устроено в наших вооруженных силах все. Ну, я сам лично очень много прорабатывал, очень много изучал материалов. Ну, сами понимаете, пока я ждал решения судебного по экстрадиции, я посидел во Французской термии больше трех лет. Конечно, я изучил военную доктрину, как устроены вооруженные силы во всех странах мира, во всех абсолютно. Я очень хорошо представляю, как они устроены и как должны мы построить свои вооруженные силы. Принцип один, мы нейтральная страна, и мы не вступаем в никакие специальные военные союзы, и мы сильные будем в военном отношении страна, которая должна суметь защитить свою страну. от любого потенциального агрессора, и не допустить таких ситуаций, которые было в Украине. Для этого мы должны иметь серьезное финансирование наших вооруженных сил. А для этого мы, опять же, должны иметь сильную экономику, иметь возможность финансировать дорогостоящую технику, и иметь сильную мобильную армию, профессиональную, чтобы наши люди были заинтересованы серьезно выполнять свой профессиональный долг, во-первых. Во-вторых, конечно же, наше население можно по принципу совершенно другому, свободному, просто готовить. Но армия должна быть у нас профессиональной. Следующий вопрос. Мне задают вопрос по земле. Будет ли программа каждому гражданину Республики Казахстан 10 соток под индивидуальное жилищное строительство? И почему мы не можем получить 10 соток сейчас? Ну, вы знаете, что сейчас нормы закона существуют, которые предполагают, что жителю города правительство обязано выделить 10 соток земли, а тем, кто проживает в сельской местности, 20 соток земли. Но на самом деле этот закон не исполняется, на него наложен мораторий на неопределенный срок. Хотя вообще удивительная вещь. У нас такое маленькое население, где-то около 18,5 миллионов человек, девятое по размеру территория. На территории Казахстана легко можно разместить несколько миллиардов человек, минимум, и 5 миллиардов легко в месяц, как вы понимаете. У нас огромная территория, пустующие земли и все прочее. И вот нынешняя власть в лице Нурсултана Азарбаева никак не может эти земли выделить. Какая у нас будет концепция? В программе, политических программ, собственно, самого ДВК и экономических тоже этот раздел описан. Мы говорим, что действительно сельские жители получат по 20 соток не менее, и городские не менее 10 соток. Но я озвучивал программы ДВК, где я говорил, что когда мы обсуждали жилищные программы ДВК, мы написали ряд положений, которым зафиксировали обязательства нашего политического движения «Демократические выборы Казахстана». А именно, все эти земли, безусловно, будут выделяться, и каждый год на строительство, на организацию инфраструктуры будет тратиться минимум несколько миллиардов долларов. Если я не ошибаюсь, по-моему, порядка 2,5-3 миллиардов долларов мы планируем инвестировать в эту программу. Сейчас в очереди на землю, по-моему, только по официальным данным стоит около 2 миллионов человек. Но на самом деле, конечно же, реальный спрос значительно больше. Ну, я по разным оценкам выстраивал, считал, где-то около 6 миллионов человек нуждаются именно в этих землях. И, конечно же, мы должны их по определенному стандарту сделать, чтобы люди строили качественное жилье, там должна быть качественная инфраструктура, мы должны утвердить определенного уровня проекта большое количество, чтобы это не было хаотичное строительство. Как правило, у людей денег нет. И мы должны решить вопрос финансирования со стороны государства, как инфраструктура. А инфраструктура, я считаю, должна финансироваться полностью государством. То есть электроэнергия, вода, канализация, все должно быть обеспечено со стороны государства. И это выгодно. Это выгодно. Выгодно почему? Потому что вся инфраструктура, когда строится, там работает строитель, работают энергетики. То есть идет развитие целой страны, выплачиваются налоги. И завтра эти люди, когда построят дома, мы будем по низкой ставке выдавать кредиты. Вы же понимаете, фактически люди получают жилье. У нас в реальности, хотя официально считается, что около двух, по-моему, миллионов человек не хватает жилья, но в реальности вы прекрасно понимаете, существующие стандарты, в которых проживает наше население, жилье, очень плохое. Нет нормальной воды, нет горячей воды, нет питьевой воды, дома ветхие. И все это построено неизвестно какие годы, там Сталинский период, Хрущевский период, Брежневский период. Это не соответствует никаким нормальным стандартам ООН, абсолютно. Поэтому, конечно же, требуется вообще кардинально перестраивать весь жилищный фонд страны. Поэтому эти земли, безусловно, надо выделять. И мы в своей программе эти описали. Мы будем выдавать эти земли, и будем развивать инфраструктуру, и будем выдавать жилищные займы. Ставку я говорил, мы в программе написали по ставке 5 годовых. Каждый год только жилищные программы по низким ценам, экономическая программа ДВК, там четко описано. 250 тысяч человек каждый год будут получать жилье, во-первых. Плюс отдельно будет развито строительство на этих землях, которые будут выделяться. Поэтому в этой программе ДВК, уважаемые друзья, посмотрите, мы будем этот проект запускать. Тут интересный вопрос, на который я пару лет назад отвечал. Есть голосовые сообщения в активе с ДВК, есть видео. Но сейчас у наших граждан очень сильно, скажем, проснулся интерес к политике. Потому что я вижу, что многие стали понимать, что неучастие в политике приводит фактически к тем катаклизмам, последствиям плохим, которые сейчас на данный момент сложились. Видно, что если граждане участвуют в политике, они влияют, то они могут менять свою жизнь, качество жизни. И вот такой вопрос звучит. Как будете решать вопрос с Байконуром? Ну, во-первых, я еще раз хочу расширить. Я буду сейчас говорить о своем видении. Но, конечно же, эти принципиальные будут вопросы решать государство. Когда демократический выбор Казахстана придет к власти, мы будем в парламенте отстаивать свою позицию. Мы будем подробно озвучивать наши проекты. И, конечно же, это в первую очередь будет утверждать народ через референдум или через парламент. Пока я вот буду озвучивать собственную позицию, свое мнение. Итак, Байконур. Я там был, летал, когда были космические запуски, когда работал министром. И меня поразило, что вот такое место, казалось бы, ракеты летают в космос, должны быть передовые технологии, там должны жить передовые люди, должна быть инфраструктура передовая. Вот, собственно, как силиконовые долины в Америке. Там живут, ну я могу сказать, что такой топ нации Америки, изобретатели, научные работники, там умнейшие люди. И, соответственно, если ты попадаешь в силиконовую долину, там видно, что здесь живут определенный класс людей, которые много зарабатывают. Они развивают свою инфраструктуру, все качественно. Ну, современно, одним словом. Вот я туда приезжаю в должности министра, где-то приблизительно, по-моему, в 98-м году было. И я был поражен. Все, знаете, ужасно, ужасные дома, люди несчастные, бедные. И это в свое время говорили по поводу Советского Союза. Нищая и бедная страна, что называется, ходили в лаптях, а запускали ракеты в космос. Вот, собственно, это я своими глазами увидел. Нищие и бедные люди и ракеты туда летают, в космос. При этом не было самого элементарного. Стиральных машин, кухонные комбайны мы вообще услышали, когда Советский Союз развалился. Мы даже в голову, нам, наверное, не приходилось, что бывают кухонные комбайны. У нас туалетная бумага, дефицит была. Не было, невозможно было купить сахар, макарон, очереди были, колбасу была проблема. И в это время Советский Союз запускал ракеты в космос. Ну, собственно, я туда приехал и увидел. Ужасающие ситуации. И, конечно, сейчас какие-то изменения есть, но не сильно. Ну, посмотрите, сейчас я получаю огромное количество сообщений с территории Байконура, самого города, рядом с поселков. И получается, что это какой-то анклав, который реально не принадлежит нашему государству. Цена аренды была, я не думаю, что она сильно изменилась. Сейчас, насколько я вот знаю, эти контракты были долгосрочны, на несколько десятков лет, в год. За то, что там летают ракеты, Россия платит арендную плату где-то 110 миллионов долларов. Все. Что такое для нас 110 миллионов долларов? Это вообще ничто. Вот просто ничто. А при этом, конечно же, эта территория, запуск ракет приносит России огромные доходы. Лично моя позиция следующая. Мы должны завершить все арендные отношения с Россией. Байконур должен быть полностью в ведении прямом управлении Казахстана. Это часть нашей территории. Никаких аренд не должно быть. Абсолютно. Что мы должны сделать? Мы должны завершить все арендные отношения. И действительно, если там существуют традиции, они там существуют. Если дело это действительно космический город, то он должен быть сильным, современным. Мы должны выделять серьезные средства для того, чтобы там был сформирован научный город. Чтобы там наши лучшие умы нормально себя чувствовали. Люди, которые обслуживают и работают там, тоже там отлично жили. Потому что есть, вы сами понимаете, за что платить. За риски, за экологию, за все прочее. Ну и самое главное. Самое главное. Мы, если хотим стать передовой страной. И безусловно, нельзя отбрасывать то, что исторически было. А именно то, что на территории Казахстана существует ракетный комплекс космический. Здесь у нас должен быть выбор. Должен быть выбор. Мы работаем в том числе с Россией. Ну, а я могу сказать, что сейчас вы видите, Россия там отстает и отстает во всех технологиях. И поэтому я до себя считаю, что у нас должен быть выбор, с кем работать. Не такой вот совок, который там на самом деле существует, когда человеческой жизни ничего не стоит. Мы должны там построить современный регион. Именно чисто казахстанский, если Россия хочет, они могут зайти, но на наших условиях. Если наши условия не устраивает, мы будем привлекать другие страны. Ну, в частности, того же Маска пригласим. Или, ну, европейские тоже есть очень сильные, в этом смысле развитые космические, даже Франция, Англия и так далее. И мы должны лучшие умы восстанавливать, развивать, обучать именно в этом районе. Но, безусловно, что это ненормально, когда внутри страны какой-то кусок гигантской территории передано другому государству. И мы фактически не имеем доступа. Органы управления все принадлежат России. И получается, это вот внутри Казахстана существует территория, которая нам не принадлежит. Этого не должно быть. Мы можем самостоятельно развивать. Нет, не будет космического комплекса. Ну и ладно, переживем. Все зачистим. Будем развивать аграрный сектор, будем развивать другую промышленность. Это тоже возможно. Но то, что внутри Казахстана существует территория, неподконтрольная нам, как государству, этого не должно быть и не будет. Это моя позиция. Дальше. Пятый вопрос. Слушаю ваше выступление и стал много чего понимать в политике и экономике. Хотел бы послушать по внешним долгам Казахстана. Почему мы должны? Куда ушли эти деньги? И как вы будете закрывать эти долги? И кому мы должны вообще? То есть, каким странам? У нас 176 миллиардов долга, внешнего долга. Если у государства не будет средств, его гасить, что будет? Ну, во-первых, если государства не будет в состоянии, есть в мире механизм, так называемого, государство объявляет дефолт, не гасит долги, кредиторы обычно списывают. Но это очень такой затратный, сложный, в имидженном плане плохой, потому что та страна, которая не возвращает долги, лишается возможность получать кредиты в других странах. Все ее боятся, говорят, нет, страна плохая, она долги не возвращает. Я думаю, что мы этого избежим. И 176 миллиардов, здесь можно посмотреть в интернете, посмотреть, часть это, безусловно, прямые долги, значительная часть это наши национальные компании, есть банки, брали займы за рубежом. То есть, в интернете эта структура расписана. Что бы я хотел бы сказать по долгам? Многие наши граждане беспокоены по поводу долга и правильно беспокоены. Ну, я могу следующее сказать, что значительная часть долга, или даже основная часть долга сформирована в результате коррупционных действий со стороны режима Нусултана Назарбаева. Я приведу простой пример, и вашей обеспокоенности будет понятно. Ну, например, железная дорога, Казахстан-Тема-Ржавы. Имеет долги, международные долги, выпускали специальные облигации, привлекали займ. Имеет внутренние долги, долги перед пенсионным фондом. Имеет внутренние долги, пенсионный фонд имеется в виду перед вами, пенсионерам, пенсионные деньги там взятые. Долги перед банком развития, государственный банк. И там разные долги. И вот, собственно, Казмунайгаз там имел большие долги. Я сейчас размер долга не знаю точный прям, но там несколько лет назад суммарный долг, по-моему, порядка 18 миллиардов долларов был. Сейчас, наверное, меньше. Ну, и меня могут спросить, долгов много, что будем с ними делать? Ну, и как они сформированы? Ну, возьмем, например, Казмунайгаз. Сейчас, ну, компания работала на рынке нефти и газа, цены на нефть достигали 100-140 долларов за баррель. Сейчас в реальности марка Юрлс продается в промежутке 10-15 долларов, чтобы вы понимали. Десять раз были цены выше на нефть. В течение, ну, наверное, там минимум 12-13 лет высокие цены на нефть были. И они умудрились создать большие долги. За счет чего? Они просто крали. Ну, например, Тимур Кулебаев купили румпетрол в этом Румынии. Никому не нужные предприятия. 905-40-х годов. Наши заводы нефтеперерабатывающие 70-х, 80-х годов, только от Рауски был 46-го года. Так вот, там купили так называемые нефтехимические нефтеперерабатывающие предприятия. И на этом деле Тимур Кулебаев просадил 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов государственных денег там утонуло. Вот таким образом формировались долги. Вот, и, конечно же, сейчас постоянно идет кража. Кража при продаже нефти. Кража просто воруются активы в виде нефтяных месторождений, в виде компаний. Они крадутся от казманной газа, влево-вправо отбрасываются. Продаются за ничтоженные деньги. Вот, например, КАС-стройсервис, так называемая компания. Эта компания огромная, строительная, трубы кладет, большие подрядные работы проводит. Она была государственной компанией внутри казманной газа. Стоимость ее сейчас несколько миллиардов долларов. Тимур Кулебаев его забрал минимум, там, около меньше 10 миллионов долларов. Вот представьте, так буквально через несколько месяцев эта компания была оценена свыше миллиарда долларов. Вы видите масштабы воровства. То, что стоят миллиарды долларов, они за условные деньги оттаскивают и оголяют. При этом основные долги наращивают у компании государственной. И вот они выходят на международные рынки, закрывают свои дыры и активы сбрасывают себе же в карман. Вот как формировались долги. Ну, железная дорога. Монополист. Ни одного конкурента нет. Миллиардные долги. Убытки миллиардные. А почему? Один пример. Тоже внутри железной дороги существовали разные имущественные активы. Ну, например, так называемый Комкор Холдинг. Эта компания стоит несколько миллиардов долларов. Может три, может пять. Я сейчас точно цифру не скажу. Все зависит от текущей ситуации. Сотни миллионов долларов прибыли каждый год давали. Они его утащили, вот вбок потихоньку, со срочкой платежа, там за около сумма 50-55 миллионов долларов. Украли! Которые стоят компании, стоят миллиарды долларов. И теперь меня спрашивают, что мы будем делать, как мы будем гаслить эти долги. То есть эти долги в основном сформированы за счет коррупционных действий этой политической верхушки. Что мы будем делать? Ну, например, на железной дороге. Мы просто этот Комкор Холдинг, который стоит несколько миллиардов. И деньги в стороне, в кармане у Тимура Кулебаева. Мы его национализируем, конфискуем. Людей, кто участвовал в хищении, мы просто посадим в тюрьму. За все годы, которые они получали с этого актива деньги, мы у них конфискуем. В фамилиях известно. Смотрите фильм «Казмунай Диаз». В интернете, в ютубе стоит, на моем канале. Прямо забейте. «Казмунай Диаз». Диаз Сулейменов – это ближайший сподвижник Тимура Кулебаева. Вот представьте себе, что вот этот актив, стоимостью в несколько миллиардов долларов, мы национализируем, вернем его государственной компании «Казахстан Тимуржола». И эти деньги, сотни миллионов долларов, компания будет способна выплачивать долги. Ну вы же понимаете, только Комкор Холдинг – это часть. Они же украли еще Кастронском, компания, которая оказывает услуги по связи. Тоже его украла семья Назарбаева. В частности, вот старший сын Дарьи Назарбаева украли. И вот таких активов вокруг железной дороги, внутри было очень много, они его влево-вправо зарасовали по своим карманам. Мы все это схлопнем, вернем. И эта компания будет приносить сотни миллионов долларов в год прибыли. Не то, что будет обслуживать кредиты. Она еще будет давать дивиденды государству. Понимаете? Поэтому все эти долги, которые сейчас существуют, и они реально угрожающий характер носят, они очень легко гасятся. Мы просто конфискуем, они внутри страны, эти компании. Объеденим. И миллиарды, которые сейчас разбегаются по их карманам, они будут внутри компании. И компании Казахстан-Темур-Желэ или Казмонайгаз, которые тоже нефтяные активы, которые были украдены, мы их вернем. Без проблем будет гасить долги и еще будут приносить многомиллиардные доходы правительству страны. Я вообще оцениваю, что сейчас все национальные компании каждый год генерируют убытки. Каждый год я скажу очень скромную сумму, очень скромную. Эти компании будут приносить от 5 до 10 миллиардов долларов в год прибыли в бюджет страны. От 5, в зависимости от цен на мировых рынках, до 10. Сейчас они вообще ничего не приносят. Только убытки, только воровство. Вот что будет по долгам. Сейчас долги большие. Мы их легко решим в состоянии гасить. Но ничего не будет это при этой власти. Они этот долг будут наращивать. И конечно же, чем больше будет находиться у власти эта политическая верхушка, тем сложнее нам будет в будущем гасить эти долги. Сейчас я ясно понимаю, что это не проблема. Мы после того, как придем к власти, мы очень быстро наведем порядок. Далее. Очень интересный вопрос по Аральскому морю. Высыхать Орал активно стал после строительства Каракомского канала. 40% воды Амудари уходит в Туркменистан. Орошение хлопков в поле в Узбекистане. Второй по значимости фактор. Ну и естественно фильтрация вод и так далее. Ну и народ страдает по этим экологическим проблемам. И нужно в срочном порядке заняться этой экологической катастрофой. Какие рычаги у нас есть воздействуют на наших южных соседей. Ну уважаемые друзья, на самом деле это проблема, которая казалась неразрешима. Я, честно говоря, раньше думал, ну это во-первых не моя тема, ну и во-вторых, ну думал этим делом заниматься. Серьезно у нас был, все это в Ведне находилось в Министерстве сельского хозяйства, комитет водного хозяйства был и все прочее. Я сам серьезно не вникал. Но когда начал вникать, я был удивлен, что такая простая проблема, которую не могут решить ни Казахстан, ни соседи наши. Вообще серьезные люди там этим не занимались. То есть там чиновники занимались, у которых нет видения. Ну я вам простой пример приведу. Каждый год нашу страну затапливает. И еще древние египтяне несколько тысяч лет назад, ну наверное еще раньше цивилизация нашла простое решение. Что тот период времени, когда воды много, ее нужно накапливать. А потом, когда вода нужна, эту воду нужно использовать. И что они сделали? Они строили огромные водоемы, делали каналы. И такая засушливая территория, ну Египет, да, они эту воду научились управлять, использовать. Вот собственно и в нашей ситуации есть очень много возможностей. Я со своими ребятами инвестиционщиками вообще этим проектом начал заниматься где-то, ну наверное лет 6 назад, даже больше. Вот и сам в тюрьме тоже, когда находился во французской, собрал огромное количество литературы. И вижу очень простое решение, как решить эту проблему. Эту проблему можно решить максимум за 8 лет. Что значит за 8 лет? Это значит за 8 лет можно восстановить Аральское море полностью, абсолютно. Мы можем туда организовать серьезные потоки воды. Более того, если мы проблему Арал решаем, вы понимаете, что Казалардинская область не только решит свои проблемы. Вообще весь юг Казахстана сразу поменяется и климат, и масса других вопросов решится. Цена вопросов всего лишь 2 миллиарда долларов. У нас избытки воды, которые существуют реально в северной части Казахстана, части России, если их правильно направить в сторону Аральского моря. Ну представьте, что такое 2 миллиарда долларов. Это вообще для страны ничего. Мы тут трубы строим на сотни миллион долларов, гоняем газ, скачаем его с-под земли. Этой воды каждый год весной просто залейте, что называется. Ее накапливать и отправлять. Накапливать эту воду можно именно в зимний период, осенний период, весенний период. Когда воды много, ее просто через снег, через просто накапленные эти воды, ее нужно затем отправить в сторону Арала. Плюс есть еще другой проект, когда излишки воды от соседей России тоже можно собирать. Это решает их проблемы. Я сейчас не буду в детали погружаться, я уже расчеты сделал. Конечно, работал целый институт, большая группа специалистов. И я могу уверенно сказать, что проблема Арала решается буквально кардинально. За 7-8 лет Арал восстанавливается полностью, максимум 10 лет. И мы решаем вопросы водообеспечения и северная часть Казахстана, и центральная, и южная часть Казахстана. Это кардинальное решение проблемы, которое поможет развитию сельского хозяйства нашей страны. Это я сейчас тоже чуть позже остановлюсь на этом. Поэтому проблема Арала в современных условиях, она несложным путем решается. Абсолютно несложным. Понимаете? И это просто раздуто. Люди серьезно не занимались, не думали. Ну, целые институты над этим работали, но им все время говорили, денег нет и отмахивались. Ну, собственно, как у нас же в стране много проблем, когда Назарбаев от них проблем отмахивался и не занимался. Мы решим проблему Арала, и мы, большой группой людей, специально этим занимались. Дальше. Вот вопрос, как будут развиваться аулы, отдаленные аулы территории Казахстана огромные. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли в будущем возразить деревни-села, которые сейчас на грани исчезновения? Что ждет нынешнюю пассивную кампанию? На самом деле, у нас действительно территории огромные, и когда стоит вопрос, как развивать экономику страны, так называемой диверсификации, не жить на одной нефтяной игле, конечно же, очевидно, что мы должны развивать аграрный сектор. Что такое аграрный сектор? Это те самые села, глубинки, которые сейчас находятся в плохом состоянии. Мы, например, если говорить о культурах, ну, в северной части Казахстана, например, мы производим 10, в среднем 10 сантиметров с гектара. 16-20 миллион тонн зерна в год. Но зерновые, это же не только пшеница, есть и другие культуры. И очень много культур, на самом деле, требует воду, удобрения и воду. И как было все там в свое время, целина в Советском Союзе, гигантские территории распахали, как есть урожайность на уровне 7-10 сантиметров с гектара по кругу, так и ничего не изменилось кардинально. А в чем суть? Опять нужно решить вопрос с поливом. Но, чтобы вы понимали, на поливных землях, например, та же самая пшеница, я даже не говорю о бахчевых культурах, там кукурузы и все прочее, это отдельно. Так вот, на поливных землях урожайность 50-60 сантиметров с гектара. Ну, в соседнем вот стране, вот России, в Ставрополе, 60 сантиметров с гектара, а мы 10. То есть, фактически, в 5-6 раз можно увеличить урожайность. Что такое в 5-6 раз? Это вместо 20 миллионов тонн можно производить 100 миллионов тонн зерна. Ну, представляете, а что такое производить 100 миллионов тонн зерна? Это значит, оживут все эти небольшие села, потому что все это, чтобы сопровождать производство, переработку, нужно устроить элеваторы, железную дорогу проводить. Огромное количество людей будет заниматься автоперевозками. Вы же понимаете, это трудовые ресурсы сместятся в сельскую местность. И, конечно, мы должны обеспечить, чтобы там живой уровень был качественный. Это школы, медицинские учреждения, сфера развлечений и все прочее. И поэтому, если мы решаем вопрос кардинальный водоснабжения этих регионов в нужный период, именно в летний период, этот вопрос вообще кардинально решается. И для меня загадка, вот серьезно, я не могу понять. Ну, хорошо, был период, когда начало 90-х годов в нашей стране было очень сложно. Ну, развал Советского Союза, не было видений, как развивать экономику. Но затем сформировалась целая плеяда людей с новым мышлением, с пониманием бизнеса, рынка. У страны, особенно в начале 2000-х годов, появились ресурсы. Вот сейчас Назарбаев хвастается 90 миллиардов общей резервы. У нас был период еще лет 10 назад, когда общие резервы доходили суммарно до 100 миллиардов долларов. Ну и что толку? Эти деньги они берут, вкладывают в американские бумаги, в доллары и еще куда-то. Лежат себе и лежат. На экономику не работают. За эти деньги, которые он каждый год еще и тратил. Больше 10 миллиардов долларов из национального фонда крал, засовывал в свои банки, покупал разные активы в Африке, придумывал всякие схемы воровства. Это тоже отдельная тема. Так вот, этот национальный фонд, он просто не работает на нашу страну. Вы даже его не чувствуете. Не чувствуете. И можно было бы вообще это кардинально решить проблему водоснабжения всего Казахстана. У нас южная часть Казахстана каждый год испытывает проблемы. В апреле начинаются склоки с узбеками, с кыргызами. Кыргызы там со своих водохранилищ то меньше дадут воду, то больше, потому что все зависит от ее наполнения. И каждый год идет битва. Вы помните известные выступления, когда я Назарбаеву говорил, есть системные проблемы. Они из года в год повторяются. Вот как вот каждый год у нас наводнение. И каждый раз мы говорим, о, наводнение, не знаем что делать. Каждый год. Это каким идиотом надо быть, чтобы знать, что тебя весной затопит и потом кудахтать и кричать, что а что же делать. Не знаю. Каждый раз. Поэтому ясно же, что если мы эту проблему просто собираемся, решаем, строим водохранилища, то мы решаем вопрос Иртыша, между прочим. Сейчас Иртыш обмелел. Решаем вообще, чтобы у нас водоснабжение в принципе было. Вообще вопрос воды это вообще несложный. Цена вопроса 2 миллиарда долларов. У страны, вон, как он говорит, 90 миллиардов лежат, были и постов. Вложили бы эти деньги, вообще бы у нас и село развилось бы. И там часть населения получила бы работу. И мы бы не сидели на этой игле, а торговали бы зерном, в объемом 5 раз больше. Вот 100 миллионов тонн. 100 миллионов тонн это цифра, это миллиарды долларов, сопоставимые фактически с экспортом нефти. А там же, когда есть вода, там и бахчевые культуры, и другие, это и переработка. Вы представляете, мы ходим, что называется, по золоту, золото у нас под ногами, просто сделай одно движение, реши вопрос снабжения воды, чтобы вода у нас была необходимая в нужное время. Очень простое решение. Я просто сел с ребятами, мы привлекли научные институты, у них все эти проекты уже расписаны, самое удивительное. И мы видим, что это вообще не вопрос. Поэтому вопрос развития сел, это связано в первую очередь с диверсификацией экономики. Если мы не будем упираться только в нефть, или там какое-то сырье, начинаем просто развивать животноводство, сельское хозяйство, а это делается на земле, наши села все поднимутся. Понимаете, это очень просто главное, ничего сложного нет. Поэтому я считаю, что развивать территории, развивать аграрный сектор, аграрный сектор это один из наших локомотивов экономики. Это и животноводство, это и зернопроизводство, это его переработка. Там глубокие, глубокие инвестиции, и они дают отдачу, в котором будет создаваться десятки тысяч рабочих мест. Понимаете, и мы не будем переживать, что цена на нефть упадет. Европа же живет без нефти, и хорошо живет, и валюта у них устойчивая. Инфляция, 1% это считается много, а мы говорим там 9%, 10%, вы же видите, что за месяц на 50-100% растут цены на продовольствие. Поэтому село это наш локомотив, мы должны заниматься развитием аграрного сектора, это валюта, это будущее нашей страны. Здесь мне задают вопрос, беспокоиться о моем здоровье. Ну, уважаемые друзья, я еще пока не в том возрасте, чтобы беспокоиться о здоровье. Ну и на самом деле я, конечно, своим здоровьем занимаюсь всегда, где бы я ни находился. Так получилось, что мне сейчас 56 лет, из них я 5 лет провел в тюрьмах. И пытки прошел, и все прочее. Но где бы я ни находился, я всегда выделял время на спорт, всегда. Ну, сейчас на карантине, правда, в Париже стало сложно. Но всегда, даже когда находился в казахских наших зонах, я внутри территории бегал, и там охранники кричали, бегать нельзя, будем стрелять. Ну, вот я все равно этим занимался. Поэтому я считаю, что мое состояние здоровья хорошее. Я думаю, вы видите меня каждый день в эфирах. И для того, чтобы выдержать такой темп, нужно очень серьезное и сильное здоровье. Я здоровьем занимаюсь, у меня все в порядке. Дальше. Вопрос мне задает следующий. Что может предложить ДВК в решении проблем системы здравоохранения, образования для своих потенциальных избирателей? И, ну, более широкий вопрос. Меня волнует, как маму, вопрос образования детей. Если ДВК пройдет к власти, будут ли реформы в сфере образования и какие? В вузах сейчас все меньше грантов и все больше платных отделений. Будет ли вуз доступен нашим детям? Будет ли он бесплатный? Что насчет медицины? Будет ли она бесплатно доступна? Ну, и там дальше по пенсиям. Я думаю, что я сначала отвечу на этот вопрос. Итак, уважаемые друзья, я думаю, что очень важно будет вам ознакомиться с программой ДВК. Ну, собственно, сейчас вот с развитием коронавируса вы увидели все, в каком состоянии наша медицина. Вы и так все видели, но представьте, чуть-чуть поддавилась ситуация с пандемией и все обнажилось. И плохое отношение к нашим врачам и низкая их заработная плата. Притом, это ключевые города нашей страны, Астана, Алматы. И у нас сейчас, если брать относительно, вот сегодня данные пришли, сколько людей были заражены, из них больше половины это врачи. Это вообще в мире такого нет. Да, есть в Испании проблема, где вообще, ну, одна из самых сложных ситуаций в мире. Там 15% врачей заразились. У нас, если я вчера говорил 25%, то только по Алматы уже 50% врачей заражены. От общего количества зараженных. И медицина, конечно, в плохом состоянии. И то, что наша власть хочет ввести страховую медицину, это может привести к серьезным проблемам. А как наши люди, при этом больше трех миллионов человек, так называемых самозанятых, хотя власть говорит чуть больше двух, безработных и всех прочих, как они смогут платить страховые платежи и каким образом наша медицина будет им оказывать услуги. То есть, они выпадают. Что нужно? Я считаю, что страховая медицина сейчас для Казахстана преждевременная. Вот именно сейчас, хотя она могла и раньше сформироваться, но, собственно, вы видите, это связано с развалом и отсутствием инвестиций. В связи с тем, что там тотальное было воровство, как обычно, во всех отраслях. Так, мы страховую медицину не должны сейчас вводить. Сейчас вообще очень трудная ситуация не только с развитием пандемии, и масса других болезней есть, онкологические. И там у нас в стране только по официальным данным около 700 тысяч инвалидов. Очень много разных болезней. Наша система здравоохранения не в состоянии лечить. У нас фактически медицина отсталая. Мы себе должны отдавать ясный отчет. И чтобы из этой ситуации выйти, нам нужны мощные инвестиции, оборудование. Врачам нужно платить достойную заработную плату. В программе ДВК об этом описано. Нам нужны быстрые реформы. Но если частные инвестиции быстро не придут, мы, наверное, все это понимаем. И у частных наших инвесторов нет сотен и миллионов долларов, и миллиардов. Государство этими средствами обладает. Поэтому мы в своих программах говорим. Частная медицина будет существовать. Но государственные медицинские услуги должны оказываться бесплатно. Причем качественные. Чтобы реализовать и решить такую задачу, нужны многомиллиардные инвестиции. Строить здания. Купить оборудование. Обучать людей. Привлекать западных специалистов, чтобы они обучали наших людей. Чтобы наши люди могли поехать на обучение. Стать высококлассными специалистами. Это 8 лет, 10 лет непрерывных инвестиций. Вкладывание в эту отрасль серьезных денег. Серьезных, быстрыми темпами. Поэтому здравоохранение, государственная именно медицина, должно финансироваться государством очень серьезно. И значительные средства, миллиарды долларов. Эти деньги у государства есть. Поэтому, когда мне задают вопрос по здравоохранению, я говорю, что мы будем ориентироваться на лучшие стандарты. Я здесь хорошо представляю европейскую систему. И она для нас подходит. Именно государственная бесплатная медицина. Частная, пожалуйста, пусть развивается. И каждый гражданин безработный, работающий и так далее, должен получить доступ к бесплатному здравоохранению. Это что касается здравоохранения. Теперь по образованию. По образованию тоже я озвучивал свою позицию. И она озвучена в программах демократического выбора Казахстана. Вы прекрасно знаете, что за этот период правления на султан Назарбаева, 30-летний, наша система образования откатилась далеко назад. И она раньше была бесплатной. Вот молодежь нынче, она не знает, что она раньше у нас была бесплатной. Это не то, чтобы достижение Советского Союза. Я хочу сказать, когда мне говорят, вот вы же получили хорошее образование, бесплатное. Я вам могу сказать, что все ведущие европейские страны, не только ведущие, средненькие, типа Чехии и Польши, образование государственное бесплатное. Это не является заслугой Советского Союза. Это присутствует, например, я говорю, во всей Европе. Бесплатное образование. Притом, качество образования этого бесплатное. Не то, что было у нас в Советском Союзе или сейчас. Это технологическое, качественное, очень продвинтое образование. Со всей техникой новейшей. Все у них есть. Бесплатное образование. И среднее, и среднеспециальное, и высшее. Более того, детям, которые учатся, получают высшее образование, даже если они живут с родителями, многие европейские страны просто платят стипендию. Просто. Для чего стипендию? Чтобы они могли снять жилье, отделиться от своих родителей. Кто хочет, живет с родителями. Кто нет, на эти деньги снимает себе жилье. Есть еще стипендии на образование. То есть люди на эти деньги еще могут жить. Чтобы вы понимали, когда меня пытаются упрекнуть, сказать, ну вот ты там в Советском Союзе воспитывал, все получил бесплатно. Все это ерунда, уважаемые друзья. В мире и бесплатное образование, и стипендию тебе, и еще платежи, чтобы ты мог снять, арендовать жилье, жить независимо от своих родителей. Вот мы то же самое должны сделать. И в программе ДВК это озвучено. И стипендия, и людям, нашим студентам, чтобы мы часть платежей, ну на минимум мы оценивали где-то порядка 100 долларов в месяц, чтобы студенты объединившись, могли снять квартиру. И не нужно строить никаких общежитий. Все это ерунда. Дай людям деньги, они с нами сами снимут жилье, сгруппируются и смогут решить эти вопросы вообще в течение одного года. Не надо программу 20-24, 20-30, как вот сейчас пишет нынешнее правительство, озвучивает эти программы. Они никому не нужны. Это мусорку все эти программы. Мы просто будем каждый месяц начислять студентам деньги, они кардинально решают вопрос с жильем. Вот что значит система образования, которую мы сейчас должны сделать. Сильное образование, частное образование, пожалуйста, существует пусть, но мы опять будем вкладывать деньги. Мы сильно отстали от Европы, просто сильно отстали. Мы даже от России отстаем. Вы прекрасно знаете, что качество образования даже там, к сожалению, выше. Хотя уровень жизни приблизится сопоставимый у России и Казахстана. Но образование там выше. И не случайно там серьезное количество тысяч наших студентов учатся в России, а не в Казахстане. И при том в России система, именно если говорить о платной системе, порядка 20, по-моему, процентов. А у нас тотально практически все оплачивается. Грантов действительно мало. Поэтому у наших молодых людей должна быть возможность. Если они хотят учиться бесплатно в государственных учреждениях учебных, они должны получить. Мы сможем это сделать. Это у нас было. И в государстве есть такие возможности. Потому что это все возвращается за тем более эффективным управлением народного хозяйства. Эти качественные специалисты завтра начинают эффективно управлять нашей экономикой. И они нам приносят доходы через изобретение, через лучшее управление. А не то, что сейчас вот 42 тысяч тенге не могут выделить нормально. Вот, собственно, и столько движений. Там силовики расследования, айтишники, программисты что-то пишут. Миллион людей долбится по этим сайтам. Выступает президент, премьер-министр, министры. И столько движений, чтобы получить 42 тысяч тенге. В основе что? Полное отсутствие профессионально нормального образования. И вот вы пожинаете плоды. Плоды плохого образования. Это нынешнее правительство не умеет управлять страной. Не умеет правильно управлять деньгами. И страна несет многомиллиардные убытки. И люди теряют время. Зачем? И почему? Нужно менять кардинальность системы образования. И мы это сделаем. Мы сделаем по лучшим стандартам Европы. Будем ориентироваться на них. Будем учиться у них. И мы в реальности сможем построить сильные, бесплатное государственное образование. Мне здесь задают вопросы по пенсиям. Уважаемые друзья, я думаю, что тоже этот вопрос адресовал мне, теми людьми, которые не знают, что у нас есть так называемая социальная программа ДВК. Социальная программа ДВК звучит следующим образом. Вы получаете пенсии из существующего системы пенсионных, так называемых, накоплений, частных, да? И НПФ, там и все прочее. Помимо этого будет гарантированная государством пенсия. Дополнительная к существующей вашей пенсии. Мы расписали сроки. Первый год реформ будет 300 евро. Мне сразу вопрос. Мы евро не знаем, доллар не знаем. Почему в евро? Потому что мы не можем программу каждый раз при курсе 300 писать, при курсе 330 тенге за доллар, или 400, или там 500, как сейчас, да? Мы специально поставили евро, чтобы вы просто умножали на курс, который сложился вот на текущий день, во-первых. Во-вторых, мы в качестве ориентира взяли те страны, которые мы хотим догнать в короткие сроки. За 4 года мы хотим догнать по многим показателям Латвию, Литву и Эстонию, которые вчера вместе с нами в 1991 году были в Советском Союзе. Так уровень жизни у них в 2,5 раза выше, чем у нас, в Казахстане. При этом они не имеют никаких природных ресурсов, ни нефти, ни золота, ни урана, ни газа, вообще ничего. И представьте себе, что эти страны живут значительно лучше, чем граждане Казахстана. И мы не замахиваемся сразу, вот мы там через 4 года станем как в Америке или там в Германии. Это нереально. Но нагнать вот эти страны с нашими природными ресурсами, с нашими возможностями можно очень быстро. Поэтому эти страны находятся в зоне евро. Мы установили следующие цифры. Итак, помимо той пенсии, которую вы будете получать через накопительную систему, государству, любому человеку, который достиг пенсионного возраста, любому, будет доплачивать первый год работы правительства ДВК 300 евро, а затем и 400. Что такое 400? 400 это приблизительно, ну сколько? 400 нужно, грубо говоря, почти на 500 нужно умножить. Вот 200 тысяч тенге вам каждый месяц будет доплата к вашей обычной пенсии. Если ваша пенсия составляет 60 тысяч тенге, например, то вы будете получать каждый месяц гарантированную пенсию со стороны государства в размере 400 евро или 200 тысяч тенге. То есть, тогда у вас своя пенсия будет, например, 60 тысяч тенге, а гарантированная пенсия будет 200 тысяч тенге. И размер вашей общей пенсии будет 260 тысяч тенге. Вот какие мы реформы делаем в пенсионной системе. Потом у меня спрашивали, а что будет, например, с инвалидами. У нас их, я говорю, в стране минимум 700 тысяч человек. Разные группы, там первая, вторая, третья группа инвалидности разные. Мы по этому поводу в нашей программе учли. Мы приравниваем людей с ограниченными возможностями, с пенсионерами. И даже если они не пенсионного возраста, они будут получать гарантированную доплату в размере гарантированной пенсии. То есть, 400 евро. То есть, 200 тысяч тенге наши инвалиды будут получать дополнительную выплату в качестве поддержки со стороны государства. То есть, вы понимаете, что это совершенно другие суммы. Мне, конечно, сейчас опять скажут некие люди, но они не смогут со мной оппонировать один к одному, лицом к лицу, что называется. Члены правительства или премьер-министр. Они скажут, вот он популист, вот на все, про все, откуда деньги. Я все эти цифры, расчеты публично показывал. Показывал, насколько увеличится бюджет страны, когда мы увеличим размеры выплат пенсионных, инвалидам, учителям, врачам. Я все эти цифры обосновывал и аргументировал, наглядно показывал, что эти деньги в стране есть сейчас. Мы знаем, где они. Мы не ориентируемся на то имущество, которое Назарбраев спрятал за рубежом. Конечно, мы их тоже найдем и в страну привезем. И это будет дополнительный, так называемый, подарок-бонус нашему государству. Но сейчас все эти расчеты ориентированы на то, что у нас уже есть эти предприятия. Нефтяные предприятия, сыровые предприятия, аграрные предприятия. И уже сейчас миллиарды долларов утекают в карманы этой политической верхушки. Мы просто перекроем эти каналы и все. И мы можем прямо, что называется, сразу в течение нескольких месяцев, после того, как правительство ДВК придет к власти, мы все эти программы можем реализовывать. Вот, собственно, я ответил по здравоохранению и по образованию. Меня здесь задают вопрос интересный. В Караганде был арестован молодой человек Арман Хасенов. Я видел его в виде обращения. В принципе, он ничего нового не сказал. Он просто собрал то, что уже всем известно. Ну и сидя в машине, в такой экспрессивной форме, изложил свое отношение. Он сказал, что я не политик, не оппозиционер, никуда не призываю, но я выражаю свое отношение к этой власти, к Назарбаеву и все прочее. Ну, после его таких заявлений, которые были в перемешку с ненормативной лексикой, его арестовали. И вот, собственно, мне задают вопрос. Знаете ли, за что арестован Арман Хасенов в Караганде? Его обвиняют, что он сделал видеообращение, в котором оскорбил Ербасе, когда сказал, что между ним и Даригой был инцест. Ну, вообще, интересная ситуация. Я думаю, что... Я сейчас обращаюсь к Дариге Назарбаевой, но и Кариму Масимову, главе Комитета национальной безопасности. Есть такой известный эффект, эффект Барбары Стрейзанд. То есть, кто озвучил тему так называемого инцеста Дариги и Назарбаева? Ее родной сын, Айсултан, он находился в Лондоне. Он сказал, что его отцом является Нурсултан Назарбаев, а его матерью является Дарига Назарбаева. Ну, вы помните, в феврале сколько было по этому поводу шума, разговоров и все прочее. И он же дал прямое интервью нашим казахстанским средствам массовой информации. Кастагу, там, еще кому-то там. Прямо говорил. И поэтому, скажем, что между Даригой и Назарбаевым был инцест. И что он, по сути дела, является сыном Назарбаева, сказал Айсултан. Но сейчас Айсултан приносит тысячу извинений всем. Сегодня извинялся передо мной. Зачем-то. Мне, в принципе, эти извинения не нужны. Я их не ждал. Я ему помогал совершенно, ну, из, скажем так, соображения. Просто мне человека было жалко, что молодой человек, его преследует родная мать, уничтожает фактически. Загнали его в клинику, пытались его выкрасть. Он был обеспокоен, что его, он думал, что его убьют. И, конечно же, моя задача, как политика, была, ну, эту ситуацию показать, раскрыть, чтобы это публично было понятно, что дочь Нурсултана Назарбаева, Ирина Пачерица, в общем, надо разбираться еще отдельно. Ну, не имеет значения. Но то, что был инцест, связь между Дарегой и Назарбаевом, сказал ее родной сын Ай-Султан. А я это, как политик, безусловно, ситуацию раскрывал, показывал. И я думаю, что никаких обязательств у Ай-Султана передо мной нет. Поэтому извиняться нет. Особых надежд каких-то я ни на что не возлагал. Так вот, он сегодня извинялся перед мной, перед Хасмажемар Токаевым. Вот. И, ну, что-то я не слышал, чтобы он извинялся перед Дарегой, своей матерью и Нурсултаном Назарбаевым. Я не слышал опровержения сказанным им слов о том, что его отцом является Нурсултан Назарбаев. И вот эффект Барбары Стрейзен заключает в следующем. Ну, поговорили люди, повозмущались, сложилось уже мнение, кто у нас то ли падчерица, то ли дочь Нурсултана Назарбаева, имеется в виду Дарега, наш, председатель Сената, человек, который хочет стать президентом. Люди сделали выводы. И вот представьте себе, сделали выводы и забыли. Сейчас есть более важные вещи. И тут этот молодой человек, Арман Хасенов, просто излагает то, что широко известно. То, что озвучил сын Дареги Назарбаевой об инцесте. И его собираются посадить в тюрьму за оскорбление Назарбаева, за то, что он сказал, что между ними был инцест. Карим, Дарега. Тот самый момент, как раз это и называется, эффект Барбары, Барбары Стрейзельд. Ну и я сразу скажу, конечно же, если вы хотите его наказать, этот процесс, он не будет закрытым, потому что мы опять вывалим все, что сказал Айсултан по поводу ваших отношений. И вы понимаете, что там не все прозвучало в эфире. Очень много она может еще раз прозвучать. И вот теперь вся страна уже, особенно сейчас на карантине, теперь будут, они сидят в интернете. Ну вы же видите, сейчас огромное количество просмотров. Люди сидят в интернете. И теперь вот та часть, которая об этом не знала, будет знать все. И вот просто вся страна, 18 миллионов человек. То есть это называется эффект Барбары Стрейзельд. То есть вы своими руками все это вверх поднимаете. То есть называется, стреляете пулеметом по своим ногам, рукам, чего хочешь. Поэтому я удивляюсь, удивляюсь, насколько нужно быть тупыми, если вы хотели это замазать, скрыть. Привезли обратно Айсултана в Астану. Он приносит тысячи извинений и все прочее. Но эти слова о том, что он является сыном Айсултана Назарбаева, им сказаны лично, публичное пространство. И все эти слова зафиксированы. Поэтому в чем вы хотите обменить этого мальчика Армана Хасенова? Что он отцитировал Айсултана Назарбаева? За это вы хотите посадить? В чем суть оскорбления? Тогда нужно основным свидетелям, которые даст показания, пригласить. Это я обращаюсь к адвокату Армана Хасенова. Пригласить в суд. Даригу Назарбаеву. Ну, султан Назарбаева. И главное, нужно пригласить Айсултана, который озвучил публично на весь мир. На весь мир. Не то, что там в кругу семейном. На весь мир. Поэтому у вас выбор. Вы его освобождаете лучше тихо. И молчите в тряпочку. Если нет, ну извините. Тогда вся страна это будет обсуждать, крутить, вертеть. И много что еще дополнительно довелись. Поверьте мне. Вот моя позиция по Арману Хасенову. Если они хотят, чтобы такой эффект был поражающий их самих лично. То они его могут, конечно, осудить. Но мы очень скоро придем к власти. Мы его, безусловно, освободим. Безусловно. Вот моя позиция следующая. Теперь дальше. Будет ли правительство ДВК рассматривать альтернативные технологии по энергетике? В какую область акцент будет больше? Атомную, ветровую, солнечную? Ну, уважаемые друзья. Я так скажу, что нынешний кризис таков, что как минимум в ближайшие три года никакого строительства не будет. Ни угольных станций, ни ветровых. Вообще никаких. Ну, если старые какие-то проекты есть, они, наверное, доведут их до какого-то конца. Сейчас ситуация будет такова, что существующие мощности, которые построены давно, что-то там достроили, они в избытке перекрывают потребности экономики нашей страны. Ближайшие три года. Поэтому вопрос стоит такой, что вот что будут строить? Ветровую или все прочее? Я считаю, этот вопрос закрыт. Я видел, как мой друг выступал, Мухтар Аджакш, говорил по развитию атомной энергетики. Я заверяю вас, что этот вопрос будет обсуждаться в парламенте страны. В парламенте. Потому что вопрос экологии, он принципиальный для нашей страны. Вы знаете, каждый регион нашей страны испытывает экологические проблемы. Взять ли Восточный Казахстан, взять ли даже Атрау. Любой регион возьмешь, везде гигантские проблемы. И поэтому этот вопрос нужно решать уже на высоком уровне в парламенте страны. Ну и если говорить о строительстве атомных станций, я могу сказать следующее. Мой друг Мухтар Аджакш очень высококвалифицированный специалист. Очень. И конечно же, у него есть взгляды, у него есть аргументы. И конечно же, другие высококвалифицированные специалисты в этом парламенте могут спорить прозрачно. И само государство в лице народа решит, какую развивать энергетику. Я же, конечно, сторонник именно зеленых технологий, ветровых. У нас еще огромные возможности. Есть строительство именно ветровых установок. Есть другие технологии в мире, сейчас развитые, кроме солнечной, другие технологии. Их много. Вот я сторонник этого. Но окончательное решение или в балансе, какие будут энергоисточники в нашей стране работать, это должен решать народ именно в парламенте. Потому что вопрос экологии, он очень и очень важный. Здесь вопрос на казахском языке. Ну и как вы относитесь к партии Кощея? Здесь на самом деле звучит вопрос следующим образом. Почему оппозиция в Казахстане не объединяется? Связано ли это с тем, что друг друга не любят? Или связаны с отсутствием образования? Ну я с конца, наверное, отвечу, как вы относитесь к партии Кощея? Я уже много раз озвучивал, что партию Кощея создали активисты, которые разделяют взгляды ДВК и взгляды следующие. Режим нынешний может быть сменен только в результате уличных акций. Партия Кощея – это улица. Это та часть активистов, которые, понимая, что их нахождение в ДВК приводят к разным проблемам, потому что ДВК объявили экстремистской организацией. И это мешает им заниматься открытой политической деятельностью. Поэтому эти активисты создали движение партии Кощея. Они, их платформы близки с нами. И самое главное, они тоже хотят построить демократическую страну, ликвидировать должность президента. И они говорят, что смена режима возможно только через организацию в массовых митингах на улицах нашей страны. В этом смысле это наши политические союзники. Мы поддерживаем демократические движения партии Кощея. Кощея партия. Они создали чат, телеграм. И я все время призываю все те, кто не готов находиться в составе политического движения, активисты ДВК, в чате точнее. Они могут пойти присоединиться к партии Кощея. Поэтому партию Кощея я лично поддерживаю. И мы как ДВК публично объявляли, что мы поддерживаем партию Кощея. Что касается объединения оппозиции. Ну вот, собственно, вот существует оппозиция, открытая, я считаю, партия Кощея. Многие люди не очень сильно понимают, что такое оппозиция. Думают, раз человек против оппозиции, он уже оппозиция. Я уже пояснял, что такое оппозиция. Оппозиция это объединение граждан, которые ставят перед собой политическую цель бороться с действующей властью, добиться ее смены. Эта оппозиция хочет прийти к власти. И надо понимать, в нашей стране все те, кто представляет оппозицию, они преследуются этой властью. Людей сажают в тюрьмы, их избивают, увольняют с работы, убивают и всякое разное. Вы знаете, это прекрасно. Поэтому давайте мы поймем, что такое оппозиция. Если мы понимаем, что это объединение граждан, которые ставят цель прийти к власти, они выводят на акции протеста своих людей, на митинги, озвучивать всякие требования. И мы должны видеть, что за этими людьми, так называемой оппозицией, есть большая группа людей. При этом они все объединяются на основе политических платформ, экономических программ. И давайте поймем, кого мы видим так называемых оппозиция, с которыми мы можем объединиться. Ну, в Казахстане существует партия, они все провластные. Ну, Ротан, это партия Назарбаева, и его отделы, как Акжол, Аул, это партия Назарбаева, якобы они независимые. Так называемый КНПК, так называемая Коммунистическая Народная Партия Казахстана, к коммунистам, не имеющим никакого отношения, потому что партия была действительно коммунистическая, это во главе с Сергей Болсуном Абдилиным, она была ликвидирована. Это была реальная оппозиционная партия, и Сергей Болсуна Абдилин участвовал на президентских выборах, в реальности победил, но путем фальсификации Назарбаев его отодвинул на второе место. Вот это реальная была оппозиционная партия, но приблизительно где-то с 2012 года партии в стране оппозиционной прекратили свое существование. Почему? Потому что в тот момент была единственная незарегистрированная, в полузарегистрированном положении находилась партия Алга ДВК, она была ликвидирована. Один из руководителей, руководителей руководителя координационного совета, так называемого комитета, Владимир Козлов был арестован и посажен сроком на 7,5 лет, из которых он больше 4 лет отсидел. Вот это тот самый период, когда официальные оппозиционные партии были ликвидированы и фактически запрещены. Поэтому, когда кто-то говорит об объединении оппозиции, я задаю вопрос, вы кого имеете ввиду? Какие партии? Если вы говорите отдельно физических лиц, это не оппозиция, это просто противник режима, в конце концов, диссидент. Оппозиция это объединяющие граждан с программой выходящие, действующие, стремящиеся прийти к власти. Ну, вот была недавно партия, так называемая, ДПК, тоже клон очередной власти. Они любят, если КПК, КПК, Казахстан, они делают КНПК, клон, чтобы люди путались, ДВК, ДПК, ДНК. Вот это партия, так называемая, ДПК. Поставили они Мамая, это молодой человек, который я хорошо знаю. Это прямо провластный проект. Если бы кто-то мог вот так говорить, я там посажу Назарбаева в тюрьму внутри страны, мог спокойно ездить любой представитель партии, штабы создавать, съезды проводить, вы же понимаете, давно бы арестовали. У нас там несколько женщин, которые просто собирались идти на митинг, даже не пошли, их арестовали, дали им срок 4 года, держали несколько месяцев в тюрьме, не посмотрели многодетные матери и так далее. Нет, это реальность, это люди, которые, реальные противники власти, их просто сажают в тюрьму. А ДПК, что, это что, оппозиция разве? Нет, просто наши, к сожалению, граждане, многие, ну, потому что, ну, не видят, считают, что кто-то должен транслировать их. Какая это оппозиция? Это не оппозиция, это просто клон власти, подставные люди, никакого отношения к оппозиции не имеющиеся. Ну, есть, например, там, вывески, есть партии с названиями, они заявляют, что мы партия, в этой партии один человек иногда выходит, ну, я имею в виду, вот, исключенного из ДВК Садыкова, просто был исключен за деструктивную деятельность, я, к сожалению, в нем ошибся, объявил, что у него партия жусан, то где это жусан, где люди, где митинги, где программа, где их выступление, вы же видите, что сейчас на политическом пространстве реально люди, выходящие на протесты, объединяющие на митинги внутри Казахстана, это есть движение партии КОЩС, и есть ДВК, все остальное, все, что вы видите, это куклы власти, как вчерашние Амиржан Хусанов, потому что реальных противников сразу, по любому поводу, сажают в тюрьму, вы недавно видели Асхата Жиксибаева, пошел в магазин, когда на улицах там тысячи людей стоят, пытаясь 42 тысячи тенге, никого не трогают, пошел в магазин, ему сказали, ты не в тот магазин, ты далеко отошел от дома, на четверо суток его посадили в тюрьму, вот власть знает, кто оппозиция, поэтому мы можем объединяться, сближаться только с теми, кто реально против режима, с куколами мы объединяться не будем, или просто противники, просто противники режима, ну как можно с ними целые партии, которые там тысячи людей объединить с одним человеком, вот задумайтесь, как может один человек объединиться с 10 тысяч, у него один способ, пошел, вошел в эту организацию, стал ее членом, стал активно участвовать в политической деятельности, поэтому в нашей стране открытой, зарегистрированной оппозиции нет, а если вы видите, публично кто-то заявляет, выходит, их власть не преследует, а их не преследует, дает возможность собираться, залы, арендовать, все прочее, ездить по стране, вы слышали, вот ДПК, там, Акимы, там, отделы внутренней политики, их приглашают, некоторых представителей, говорят, помогай, вступай, содействуй, вместе будь, потом, когда эти фотографии вытаскиваем, показываем, они говорят, ну, мало ли, что он встретился, что он встретиться не мог, что ли, поэтому нет у нас публичной оппозиции, с кем мы могли бы объединяться, если было бы, мы бы объединились бы, ну, и они, в конце концов, пусть даже параллельно двигались бы, пусть двигается, пусть будет 100 партий, в Америке, вот есть республиканская демократическая партия, все знают, но там около 100 еще партий, в Англии тоже либористы, там две партии, консерваторы-либористы, основные, но их там сотни партий, около 100, наверное, партий, поэтому, чтобы, ребята, вы знали, в мире многопартийная система, они борются, открыто, а у нас сразу уничтожают, и не обязательно все должны слиться в одну партию, нет, главное, мы решаем одну задачу, боремся против режима, хотим построить демократическую страну, других партий нет, нам не с кем объединяться, поэтому это не связано с тем, что образования нет, образованность нет, грамотность нет, или потому, что мы друг друга видеть не можем, это я сейчас просвещаю, потому, что наши граждане, они не знают, что такое партии, нет политической культуры, то есть, я сейчас, по сути дела, выполняю роль просветителя, объясняю, чтобы вы понимали, зайдите в интернет, почитайте, что такое партия, когда она существует, у нее должны быть филиалы по стране, у нее должна быть программа, и все прочее, этого нет, нет ни одной партии, оппозиционной в стране, с которой можно было бы так взаимодействовать. Следующий вопрос, когда митинг, длительный карантин, не ослабит ли боевое настроение, почему не организовываете митинг, чего вы ждете? Я знаю, уважаемые друзья, что сейчас очень много проблем, люди просто вот буквально рвутся на улицу, чтобы выразить свой протест, но в реальности карантин, во-вторых, мы уже озвучили, что как только сроки карантина будут завершены, мы через неделю объявим о дате митинга, а в момент карантина действует закон, так называемый ЧП, и у власти есть возможность людей задерживать, какие-то статьи, людям инкриминировать, и все прочее, мы думаем, что мы можем вполне действовать в мае, заранее подготовимся, требования озвучим, поэтому все впереди, в мае мы проведем митинги. Следующий вопрос, на каких автомобилях мы будем ездить, когда ДВК придет к власти, где их взять? У нас нет производства, на Путинской ладе не хочется, пожалуйста, ответьте, очень хотелось бы услышать от вас. Но, уважаемые друзья, вы все прекрасно знаете, что в связи с тем, что Казахстан находится в Евразийском союзе, мы, как потребители, фактически защищаем российскую промышленность. Там высокие, разные пошлины, сборы, приводят к тому, что даже мы поддерживаем импортные машины сроком 5-летней, 10-летней купим, они явно лучше, чем новые машины Лада, существующая система приводит к тому, что это во много раз дороже старой машины, но более качественной, чем российское производство. Спрашивается, зачем нам это нужно? Цель ведь любого производства и вообще собственно самого государства сделать для людей лучше. А мы находимся в той ситуации, когда существуют правила, законы, наши участия в том или ином союзе, которые приводят к тому, что вам достается худшее, по высокой цене и вы его не хотите покупать, хотите взять лучше, вам не позволяет. Что это за государство? Это значит, правительство не работает на свой народ, на свою страну. Что мы сделаем? Мы, во-первых, я уже говорил, должны выйти из Евразийского союза. Это бесполезный союз. Мы без него жили до этого и сейчас можем прожить. Пожалуйста, мы торгуем, взаимодействуем, все прочее, но будем покупать то, что выгодно нашим гражданам. Поэтому, раз мы не занимаемся производством такого рода продукции, вообще пошлины должны отсутствовать, никакие сборы не должны быть и наши граждане должны покупать и иметь право любую автомашину, самую лучшую, среднюю и так далее, в любой точке мира. Вот, собственно, лично моя позиция. Второе. Меня спрашивает, а на каких машинах, соответственно, будут ездить наши граждане? Они будут ездить на лучших или на тех, на которых они хотят? И что мы будем делать, что мы должны делать? Ну, смотрите, у нас нет автомобильной индустрии. В свое время, когда я работал в правительстве, были все время споры, что вот, нам нужны вот такие пошлины, вот такие налоги. Я все время и говорил, недоумевал. Ребята, вы что? У нас нет автомобильной промышленности. Какие вы налоги накладываете? Зачем? Нечего защищать. Зачем вы делаете пошлины? У нас нет мебельной промышленности. Зачем пошлины? Какие дополнительные налоги? У нас нет легкой промышленности. Какие вы пошлины налоги делаете для отрасли, которая вообще отсутствует в нашей стране? Там, если налоги посмотрите, и вообще там тысячные доли, наверное, от общих поступлений. Я недоумевал, и когда работал в правительстве, мне удалось сломать это. Когда отменили мы пошлины налоги на все автомобили, на мебель, на продовольствие, более того, на продовольственные товары у нас налог на добавленность, если в России был 20%, мы сделали 10%. Ну, там, многие товары мы сделали 10%. У них были пошлины, мы вообще все отменили. Это привело к тому, что увеличились резко поступления в бюджет разных налогов. Почему? Потому что люди стали больше покупать, и при ввозе там небольшая сумма налога на добавленную стоимость привела к тому, что наш бюджет наоборот пополнился. Поэтому, конечно же, я считаю, что основная проблема, что мы находимся в таможенном союзе, мы выходим из него и работаем, торгуем со всем миром, в том числе и с Россией. На взаимовыгодной основе. Сейчас все это приводит к тому, что автомобили, например, достаются просто по нереальной высокой цене, во-первых. Во-вторых, наши производители разных товаров не могут зайти на рынок России по разным причинам. То какие-то утилизационные сборы, то санитарные требования, то еще что-нибудь. Бизнесмены меня хорошо понимают. Поэтому, извините, или мы работаем открыто или не работаем? Обойдемся мы без России. Рядом Китай тот же самый есть, Америка, Европа, Южная Корея. У нас должен быть выбор. Поэтому мы все это должны отменить. Дальше. если вы придете к власти, сможем ли мы иметь доступ к вам через социальные сети, не придется ли эта связь. Но, уважаемые друзья, сейчас вообще все правительства мира, президенты, стран работают напрямую. И с журналистами, и с народом. Ну, посмотрите. Я вот нахожусь во Франции и каждый день я вижу в Твиттере комментарии Трампа. Трамп сказал что-то по экономике, например, по нефти. Цена на нефть раз упала, потому что он представляет страну и в зависимости от политики Америки это влияет на все практически. Даже на кредитные ставки, на цены на нефть. Ну, масса на что влияет. Поэтому вы видите, как главы государств, министры и все прочее во всем мире выходят в социальные сети и излагают позицию, дают ежедневные пресс-конференции, короткие встречи с прессой. И мы тоже будем это делать, потому что раньше только депутаты представляли народ, они общались с народом и в парламенте излагали позиции народа. Сейчас люди имеют право на возможность напрямую общаться и, соответственно, правительство должно реагировать в ежедневном режиме на запросы у общества. Тогда быстрее эти изменения происходят, быстрее люди могут решить свои вопросы. Это же здорово, когда существуют социальные сети. Как можно отказаться от социальных сетей? Когда мне этот вопрос задают, это приблизительно так звучит. Вообще, вы будете пользоваться мобильной связью? Или будете, как раньше, кричать, или почтальоны через голубя передавать? Или на лошадь кто-то будет скакать? Это приблизительно так звучит. Я так считаю. Поэтому, конечно же, социальные сети будут активно использоваться в нашей работе. Теперь смотрите, очень важный вопрос связан с выплатой 42 500 тенге. Вот люди пишут, скинули эти несчастные деньги, которые потратили на золотые продукты, а теперь говорят, чтобы вернули. Да, вообще, честно говоря, я знаю, что наша политическая верхушка никакая. Дилетанты, патенты. Но, чтобы быть настолько еще тупыми, вот каждый раз я не могу привыкнуть. Понимаете? Ну, как это? Сами объявили, сами установили электронную систему контакта, сами эти деньги зачисляли, сами установили правила. Люди, какое-то количество неизвестное, вот, получили кое-как, потратили, теперь они какие-то поправки делают, дополнения делают и объявляют, что мы вас еще, оказывается, в тюрьму посадим. Вообще, просто нереально, нереально тупое правительство во главе с Токаевым. Я же вам говорил, что он мебель, так он еще тупая мебель. Понимаете? Вместе с тупым премьером Мамином, который просто обворовал нашу железную дорогу, угробил, грабил вместе с семьей Назарбаева, сейчас там отели всякие на эти награбленные деньги построил. Ну и представляете, 42 тысячи тенге это меньше 100 долларов. Они тут миллиардами гребут каждый день. и теперь мы узнаем, что эти деньги многим надо вернуть. И что грозит? Вот сегодня я опубликовал пост, там адвокат написал по этому поводу свое заключение. Это значит, статья применяется, инкриминируется 190, мошенничество, или штраф 11 миллионов 112 тысяч тенге. Нет, шикарный бизнес. Отдать самим на тех правилах при помощи этих же технологий дистанционно зачислить людям деньги 42 тысяч 500 тенге, а потом, когда они потрачены, забирать их обратно и говорить, что а теперь взамен ты отдай 11 миллионов тенге. Ну, просто нереальный бизнес. Вот, и еще могут тюрьму посадить сроком до 4 лет. Но здесь замминистра труда откомментировал, написал в фейсбуке пост, что вот если вы сами эти деньги дадите, то у вас не будет преследования. Знаете как? Это, что называется, его слово вообще ничего не стоит. Есть законодательство. И вот адвокат очень здесь откомментировал, что если человек получил деньги, по версии правительства, он украл получается. Потом он возвращает то законодательство не освобождает его от ответственности за это мошенничество. И предполагается, что он заплатит штраф 11 миллионов с чем-то тенге или получит 3 года тюрьмы. то есть соответственно следственные органы обязаны по законодательству привлечь этого человека, который признался, который признался, что он эти деньги незаконно получил. Вы представляете? Они неправильно все сделали сами, сами выдали деньги. Теперь вы несете быстренько эти деньги обратно. Теперь обратная очередь. А правительство вам говорит, следователь обязан сделать. Он не имеет права даже сам принимать решение, не привлекать вас к ответственности. А следователь вам должен спаять или 4 года тюрьмы или вы 11 миллионов должны заплатить. Вообще просто нереально. Нереально тупые люди работают в правительстве во главе с Хасанжимар Токаев. Ну собственно и раньше так было же помните. АСП они выдали людям, люди потратили, потом их судебно порядке эти деньги изымали обратно. То есть с нашим правительством что называется как этот опасную игру играешь. Получил помощь, вроде бы с трудом добровольно они выдали, а потом ты оказывается еще и преступник. И вот получается что деньги вы должны вернуть все кто получили. Но еще другая ситуация вообще интересная. Раз они признали что деньги какая-то часть населения получила по их версии незаконно стоит вопрос а кто их выдавал? Кто такое решение принимал? Решение принимал сам Тукаев он подписывал подписывали министры подписывали исполнители эти исполнители работали по команде этих чиновников высокопоставленных кто нарушил закон эти чиновники кто должен быть привлечен к ответственности эти чиновники кто ошибочно выдавал деньги и строил неправильно программы айти это вот какие-то программист какого-то уровня но чтобы вы знали как эта машина работает она во-первых работает избирательно ну они сейчас говорят ну там миллионы людей никого не привлекут не смогут но надо понимать что вот эти миллионы которые как считает правительство незаконно получили они уже как бы на крючке и у нынешней власти есть формальная возможность привлекать к ответственности простых граждан второе эти чиновники они сейчас боятся любое решение принять потому что лучше не принять чем принять когда ты примешь это решение подпишешь бумагу или совершишь какое-то действие получается ты уже попадаешь под норму уголовного кодекса почему наше правительство я говорю и патенты потому что они боятся принимать решение не умеют и самое главное они знают что завтра за ними придут понимаете уже все миллиарды тенге как бы считает правительство раздало незаконно люди не вернули они не могут вернуть это люди которые обращаются за 42 тысячам тенге это люди вообще фактически находятся в крайней нужде ну кто пойдет получать 42 тысяч тенге у правительства если он более-менее зарабатывает никто не пойдет эти люди были в крайней нужде и теперь люди которые в крайней нужде им говорят верните обратно вот эта система будет теперь искать виновных внутри там же знаете у них внутренняя борьба за должности за денежные потоки и так далее сейчас у такого органа антикоррупционного органа сейчас вообще шикарной ситуации они обязаны по этому поводу провести расследование поднять все протоколы кто принимал решение и затем начать уголовные преследования помните когда глава тогда был Алекс Шпикбаев выступал на совещании у Назарбаева когда он был президентом и он начал докладываться Назарбаев такой ухмылкой сказал ааа знаю знаю у вас такая там сладкая должность то есть глава государства прекрасно знает что эти антикоррупционный орган задача которого бороться против коррупции это самый коррумпированный орган и глава государства по телевидению который транслировалось во все страны мира говорит понимающий да вы коррупционный орган у вас сладкое место понимаете да ну ясно что этот коррупционный орган так называемый антикоррупционный он как карающий меч в руках Назарбаева преследует избирательных только тех кто ему не угоден вот сейчас мы безусловно будем свидетелями преследования не только граждан но и там разборок внутри и замминистры начальники департамента и все прочие разные люди сядут в тюрьму если не сядут их просто принудят дать взятки вот собственно как это работа антикоррупционный орган вот сейчас вы его увидите в деле и что делать уважаемые друзья это ваш выбор я здесь не советчик можете вернуть если у вас есть возможность можете не вернуть но власть этим решением просто из пулемета била по своим ногам и так что называется на глиняных ногах стояли именно поэтому все такие любые решения вызывают отвращение у наших граждан просто вот невыразимое отвращение и в итоге они каждый раз приближают приближают свою смерть политическую смерть и конечно с них спрос будет безусловно так идем дальше мне спрашивает ата анаңыз бен қай тілінде сөйлейсіз анаңыз 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 десулемес дальше следующий вопрос если вы придете во власть можете ли гарантировать что власть не будет коррумпирована и будет повышаться жизненный уровень страны вообще у нас же идет персонализация у многих у меня спрашивают что вы будете делать сделать ли это сделать ли то я все время оговариваюсь говорю что моя личная позиция такая я буду стремиться добиваться но вы все должны знать в нашей стране будет парламентское государство депутаты избранные народом не те депутаты назарбаевские куклы которые спят там ничего не делают а именно настоящие депутаты избраны народом они придут в парламент выполнять волю народа именно они будут назначать правительство и премьер-министра именно в этом случае если премьер и правительство плохо работает парламент в один день может отправить в отставку и премьера и правительства поэтому когда говорят ну мне задают вопрос а вы гарантируете что вы не будете диктатором как назарбаев вы гарантируете ли что ваши родственники не придут во власть я все время говорю что премьер-министра министров назначает парламент не я соответственно министр и так далее не будут по родственному признаку а именно по принципу профессиональному их будет назначать утверждать парламент а темы областей их будет избирать народ судей будет избирать народ понимаете поэтому роль премьера она не будет такая что я вот захотел и что-то сделал как это делает назарбаев этого не будет если говорить о гарантии коррупции что не будет коррумпированности это же тоже нет гарантии со стороны премьера или министра этого не должно быть сама политическая система должна с этим бороться а как это будет борьба с коррупцией независимые средства масс информации вот как на западе устроено они все время пасут следят за министрами папарацци бегают снимают охотятся потому что если они такие жареные факты выбрасывают их средства масс информации пользуются спросом народ их покупает компании туда бросают рекламу чтобы потому что если газета популярная то их реклама хорошо расходится понимаете газеты должны работать независимые не так чтобы дал команду они только как вот назарбаев сказал как сейчас происходит и телевидение разные группы они владеют между собой конкурируют борются за своих читателей своих зрителей рекламу получает тогда да тогда вот никто не сможет просто так украсть понимаете то есть система должна так построена вот как светофор желтый красный зеленый побежал не тот свет тынк тебя сфотографировали на тебе штраф на тебе тюрьма вот поэтому когда говорится что не будет коррупции я должен лично дать гарантию это просто люди до конца не осознают что у нас будет парламентская республика что будет борьба что следствие будет независимое суды ничьи приказы исполнять не будут судья будет независимый он будет исполнять закон не получится что председатель суда скажет эй судья давай сделай так прикрой дела не получится потому что судья в рамках своих полномочий он будет независимый решение принимать в соответствии с законом а не потому что председатель суда или там позвонил председатель верховного суда этого не будет понимаете поэтому когда меня спрашивают могу ли я гарантировать что власть не будет карампирована я скажу следующее как только мы построим парламентскую республику будет так же как в ведущих странах Европы вы же знаете вот в Японии Японии парламентская система парламентская система никакого отношения и воздействия или там по какой-то колье чтобы зажимало культуру образование вера там все прочее не бывает такого нет полная свобода и полный контроль со стороны общества вот японцы у них развивает своя культура свой язык но эта конкуренция так построена что премьер-министр под контролем общества следственные органы работают независимо не подчиняются суды тоже и вот с разных сторон идет давление контроль вы же помните ситуацию когда мэр Токио там на 25 долларов он не то чтобы украл он использовал государственную машину в своих личных целях там всего-то расходы были 25 долларов ушел в отставку сам извинился перед своими избирателями Токио ушел в отставку 25 долларов у нас тут миллионами миллиардами крадут что-то я не слышал чтобы наши следственные органы работали независимо чтобы они уходили в отставку или тем более их посадили в тюрьму такого не было и именно парламентская система решает вопросы связанные с тем что не будет коррупции и здесь следующий вопрос мне был по поводу повышения жизненного уровня если никто не ворует если деньги в бюджете если все между собой на законах оснований конкурируют конечно жизнь наших граждан улучшается конечно поднимется жизненный уровень коррупция она съедает миллиарды долларов следующий вопрос мы уже к финишу подходим мне здесь задается следующий вопрос если летом вирус прекратится вот такая надежда у людей и мировое производство заработает вновь соответственно цена на нефть вырастет рассматривали вылить такой сценарий значит ли что цены вернутся на прежний уровень цены на нефть имеется ввиду и собственно Казахстану станет легче уважаемые друзья мировой прогноз следующий что уровень старых цен будет достигнут в лучшем случае через два года поэтому этого года европейская экономика объявила что у них это еще оптимистично что у них падение будет на 7,5% по итогам года представьте экономика каждый год росла они теперь объявляют падение 7,5% что такое падение 7,5% это десятки миллионов человек лишаются работы в Америке они вчера дали статистические данные а еще разворачивается только пандемия еще мировая экономика не начала работать у них 22 миллиона безработных а было около чуть больше 5 миллионов то есть 16 миллионов человек безработных сформировалось в цветущей Америке это приблизительно 22 миллиона 15% сейчас безработица в Америке ведущей экономики мира то есть вы понимаете что у нас безработица то есть к существующим минимумом 10% легко прибавится поэтому я говорю миллион безработных осенью выведите их на улицах когда мне говорят что цены вернутся вот представьте себе что раньше осени Европа не откроет свои границы то есть самолеты из например из Казахстана или со стран СНГ не смогут гражданские прилетать в Европу значит они керосин не будут потреблять и здесь ну представьте себе что даже вот в России я видел прогнозы что ресторанный бизнес минимум 50% умрет что это значит люди будут опасаться теперь как раньше ходить в рестораны как раньше ездить в общественном транспорте соответственно будет меньше потребления нефтепродуктов и за это время были накоплены гигантские запасы нефти танкеры бродят сейчас в морях и не могут продать их сливают в хранилище накапливают как один из известных экспертов объявил что апрель кровавый такого потребления нефти не было с 95 года поэтому мы все должны осознавать цены на нефть и вернуться к нам долго это еще неизвестно что будет осенью допустим даже в этот период вирус спал в мире а осенью если не найдут вакцину снова вспышка опять мировая экономика закрывается и опять нефти в таком количестве не нужна и поэтому соответственно не будет потребления и мы должны себе ясно говорить что цены на нефть не вернутся к тому что было как минимум ближайшие два года как минимум то что они в апреле в мае упадут еще это все эксперты говорят абсолютно все ну и соответственно тенге обвалится чтобы здесь понимание было поэтому мы этот сценарий понимаем это понимает мировой экономики известные эксперты это понимает и правительство какое бы оно тупое не было потому что они же считают вот но это не значит что они если понимают они умные решения принимают они также будут принимать тупые решения поэтому ситуация с нефтью в ближайший год-два не улучшится и у нас будет налогов мало это будут серьезные проблемы миллионы окажется на улице и я не случайно говорю что аграрный сектор легкую промышленность ну что такое слушайте китайцы в начале 90-х годах завалили весь мир я вот начал заниматься бизнесом в начале 90-х было смешно я был в одной кожаной куртке одного цвета мой товарищ был московский был один товарищ мы приехали в Москву все в одной коричневой куртке у нас кожаной куртке у всех было одинаково представляете вот такое пространство 200 миллионов человек мы все ходили в одинаково одежде которая завалил Китай весь мир и все это они сделали в южной части Китая в маленькой части представляете Затем затем они научились одежду потом мебель потом телефоны потом машины и сейчас Китай страна вторая в мире по доле мировой торговли около 18% мировой торговли Китай средняя зарплата в Китае тысячу долларов в восьмом году у них зарплата была средняя меньше чем в Казахстане 300 где-то долларов было вот представляете нищая страна в 80-е годы ходили с деревянными ружьями на границе у них не было оружия просто имитировали что у них есть оружие делают рывок за какие-то 10 лет это стала вторая экономика мира поэтому что мы должны делать чтобы мы вернулись на другой качественный уровень мы должны развивать эти отрасли это вообще не сложно мир уже это проходил Тайвань который в проливе напротив основного Китая находится они сделали Сингапур сделал примеров вообще миллионы но вы меня спросите а почему мы не можем сделать мы не можем сделать потому что у власти воровская мафия они эти деньги кладут себе в карман они захлебнулись в этих деньгах им эти деньги не нужны только у одного Назарбаева 200 миллиардов долларов эти деньги не потратит ни он ни его дети ни его внуки вообще вот просто никто не сможет потратить ты положи под 1% под 1% и ты будешь получать 2 миллиарда долларов в год вообще без всякого риска 2 миллиарда долларов в год чтобы человек потратил я не знаю он должен утонуть в этих деньгах не сумеет потратить представляете не семья его вообще никто нормальные люди поэтому они уже в этих деньгах захлебнулись и продолжают вот воровать и воровать и воровать на самом деле именно поэтому они по сути дела не заинтересованы в развитии разных отраслей а в этом должен быть заинтересован народ а когда народ заинтересован когда у него есть рычаги властные полномочия когда он может оказывать влияние и давление тогда да у нас в каждом регионе будет все вот все что мы можем сами произвести понимаете поэтому не ошибайтесь не заблуждайтесь при ближайшие пару лет цены на нефть не вернутся дальше вопрос уже такой знаете когда к власти иншаллах придет ДВК меня спрашивают когда к власти иншаллах придет ДВК ну я скажу иншаллах скоро и это в первую очередь зависит уважаемые друзья от вас меня спрашивают когда вы приедете в Казахстан и так далее это в первую очередь зависит от вас потому что чтобы сменить этот режим мы должны объединиться чтобы нас было много тысячи выйти на площади мы придем мирным путем сменим режим и тогда иншаллах ДВК придет к власти это зависит от вас следующий вопрос это мне обращаются люди которые имеют серьезные проблемы со здоровьем и наша медицина такого рода болезни не лечит и не может справиться у меня здесь спрашивают что у меня после трамба левый глаз не видит вообще это можно лечить только в Испании будет ли правительство выделять квоты для лечения таких людей я принцип по медицине уже свою позицию говорил что ситуация очень плохая и мы должны вложить туда огромные деньги но понятно что пока мы обучим наших врачей пока мы купим технологии пока мы все это развернем у нас немало будет людей которые не могут получить должное лечение или восстановить какие-то вещи в нашей стране конечно же я считаю обязательство нашего государства эти вопросы решить и мы безусловно должны выделять необходимые денежные средства чтобы такие вопросы решать а вообще ну представьте себе вся наша политическая верхушка и люди более-менее которые обладают деньгами они вообще в нашей стране не лечатся вообще это просто показывает их отношение к медицине то есть это показывает что они знают ситуация плохая где Назарбаев лечится в Швейцарии Германии где угодно то только не в Казахстане он и в России не лечится он потому что знает что в России медицина такая же отсталая как в Казахстане министры акимы вообще все кто обладает какими-то деньгами они все бегут из страны но это разве нормально поэтому очевидно что мы должны решить эти вопросы прежде всего построят все в нашей стране самое сильное передовое на это уйдет время несколько лет а те люди которые испытывают такие проблемы безусловно должны получить финансирование и деньги в нашей стране есть на сегодня уважаемые друзья я свой эфир завершаю вопросов было немало и мы будем накапливать новые вопросы до скорой встречи субтитры субтитры